Смирно! Товарищ полковник, во время моего тяжелства происшествия не случилось. Рабочие дни, они начинаются для меня в 5 утра. В основном я свое детство помню Сибирь. Это очень сильно меня закалило. Вот так вот, чуть не победил. Я люблю свою родину. Поздравляю вас с Днем Защитника Отечества и Вооруженных Сил Республики Беларусь. Люблю, люблю и слушаю Республики Беларусь! Смирно! Товарищ полковник, во время моего тяжелства происшествия не случилось. Дежурный по военному комиссию от области, капитал Мартынников. Вольно! Вольно! Желаю здравствовать! Здравия желаю! Открываем ворота. Отлично! Рабочие дни, они начинаются для меня в 5 утра. Люблю тщательно готовиться к рабочему дню. Санитарная, так сказать, обработка, прием пищи, небольшая гимнастика. День военного комиссара области расписан поминутно. Всегда быть на страже он просто обязан. Ответственный подход к делу и четкая организация работы – залог успешной службы, уверен Андрей Кривоносов. Когда прибываешь на службу, надо уточнить, какие задачи у тебя на сегодня есть, для того, чтобы спланировать дальнейший день. Моя рабочая тетрадь – это график основных мероприятий, которые помесячно и каждодневно на год расписаны. В компьютере имеется программа, такой блокнот-напоминатель. Управление должно быть непрерывным, постоянным. Поэтому, если вдруг электричество закончится или какие-то проблемы со связью, то старым дедовским способом мы осуществляем управление по нашим полевым телефонам. Это радиосвязь. Алло. Поварищ полковник, разрешите войти, капитан Мартыненко. Да, пожалуйста. Я считаю себя руководителем требовательным и справедливым. Это два основных требования, которые привили мне мои командиры, когда я проходил службу у них в подчинении, и мой отец. Прослушайте, лечим. Лечим. Полковник Кривоносов Андрей Владимирович – это очень харизматичный человек, очень грамотный руководитель, который хорошо умеет работать с людьми, четко ставить задачи, контролировать их выполнение. Но очень важная его черта – это то, что сейчас принято называть креативом. То есть это способность иногда под каким-то другим углом смотреть на привычные для нас вещи. Мне бы очень хотелось, чтобы вы рассказали о своем детстве, в какой семье вы выросли. Я в настоящей семье вырос, в семье военнослужащего. Мой отец посвятил свою жизнь служению Отечества, тогда Великому Советскому Союзу. В основном я свое детство помню Сибирь, Омск, Новосибирск, там, где служил мой отец. Повезло, конечно, в Новосибирске больше, если вы помните такого путешественника Тура Хейрдава и его знаменитое путешествие Кантики. Так вот, наш учитель физкультуры Олег Валентинович Маркин, он создал такой клуб Кантики при нашей 11-й школе. И вот 6 лет я в этом клубе был. Мы плавали и на плоту по Азовскому морю, переходя в Черное, по Волге. Это очень сильно меня закалило, мне так кажется, потому что там мы были сами по себе. Но любовь-то к военному делу, по сути, привил вам ваш отец? Конечно. Я уже в 12 лет следую за ними в командировке, выезжали мы на полигоны, где мне посчастливилось и БМП водить, и из различных типов стрелкового оружия стрелять. То есть все было заточено на то, что я и стану военным. И брат мой старший стал военный, и двоюродные братья, племянники моего отца, нас всех 5 полковников. Семейная династия? Да, можно так сказать. Пытаюсь своих сыновей сподвищено, это пока младше только. На протяжении 30 лет я прохожу службу в системе военных компаний. комиссариатах. Начинал с помощника, начальника отделения, потом сам возглавил отделение. Моя служба в вооруженных силах больше связана с ведением учетно-призывной и военно-мобилизационной работы. Ну и потом у нас 20 лет назад добавилась еще и территориальная оборона. Здравия желаю! Я рад, что вы узнаете своих товарищей. Не забывай, правопорядок прежде всего. Служба в армии для мужчины, на ваш взгляд, она обязательна? Это не просто обязательно, она даже и приоритетна, и положительна в плане становления как личность. И самое интересное, я вижу свой результат. На сегодняшний день наши призывники из Гомельщины, они котируются в вооруженных силах Республики Беларусь, потому что это ответственные, целеустремленные молодые люди. Твердый такой середняк, на которого всегда можно положиться. Военно-патриотическое воспитание молодежи – одна из основных задач, которую ставит перед собой и своими подчиненными военный комиссар области. Наши молодые люди, приходя в армию, должны уже патриотически быть заточенными на защиту Отечества. Ветераны Великой Отечественной, ветераны войны в Афганистане, они не просто лозунгами какими-то оперируют, они рассказывают обычные житейские вопросы, практически, как они выживали во время войны, как они выполняли поставленные задачи, воевали с врагом. Товарищ полковник, рота почетного коровы построена. Начальник факультета, полковник Поддубна. Здравствуйте, товарищи! Здравия желаем, товарищ полковник! Поздравляю вас с Днем Защитника Отечества и Вооруженных сил Республики Беларусь! Ура! 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 Вольно! На военно-транспортном факультете Белорусского государственного университета транспорта полковник Кривоносов гости часты и желанны. Оценить уровень подготовки курсантов и поделиться собственным опытом. Дело важное. У нас в основном курсантов проводится занятие по огню подготовки. Начальник кафедры участковой подготовки под полковник ШАП. Вольно. Здравия желаю. Продолжайте занятия. Андрей Владимирович, предлагаем опробовать интерактивно наш ТИР, принять участие в боевых действиях. Давайте проверим уровень профессиональной огневой подготовки военного комиссара области в сравнении с курсантами. А когда заканчиваются боеприпасы, нас учили делать так. Ура! Профессионально владея всеми видами оружия, Андрей Кривоносов решил освоить также и спортивный снаряд – теннисную ракетку. Вот так вот, чуть не победил. Около года этим занимаюсь. Это очень нравится, как правило, по четвергам. Сегодня получилось поиграть со своим товарищем. Для полковника Кривоносова важны привычные ценности. Признается, семья – главный союзник во всех делах. Семья. В принципе, должно быть семья. У меня на сегодняшний день так и есть. Моя мама с папой, дай бог им здоровья, трое сыновей и моя супруга. Семья – это главное. Мой отец – основной рассказывающий сказок на ночь моим детям. И они это помнят до сих пор. Андрей Владимирович, вы – человек с твердой гражданской позиции. Патриотизм – это слово, что для вас означает? Я люблю свою родину. Эта любовь была до известных событий. Незаметная, обыденная. Я воспитывал детей, жил своей жизнью. Выполнял, короче, поставленные задачи. А тут выяснилось, что на сегодняшний день этого мало. Я и вынужден был пойти на заводы, пойти в коллективы, выступить перед студентами. И что немаловажно, взять на себя роль публичного такого человека, который зазывал агитатора, который зовет за собой людей. Можно и благодарить эти события, потому что они расставили точки нады в отношении людей к власти, к своей стране, к своей родине. Мы не можем не вспомнить о вашем участии в недавнем 6-м Всебелорусском народном собрании. Желание получить заряд бодрости и решимости от президента Республики Беларусь. Это, скажем так, заранее спланированная идея или все-таки это спонтанно к вам пришло? Перед началом Всебелорусского собрания записался для выступления. Ждал, когда же меня все-таки вызовут. Но тогда, когда пошли выступающие уже из зала, я понял, что что-то произошло не то. Но, к сожалению, проголосовали за прекращение премий. И мне тут в голову стрельнуло. Ну, вот тот единственный шанс. Два дня президент, национальный лидер был передо мной в нескольких шагах. От него исходила бешеная энергетика. И оно получилось, может быть, даже лучше, чем мое 7-минутное выступление. Те 30 секунд того получения заряда, который я от президента получил. Товарищ полковник, военно-транспортный факультет построен. Здравствуйте, товарищи! А потом я подумал, а почему нельзя точно так же это передать другим людям? И сегодня я провожу, как только любые мероприятия проходят и есть возможность, я прошу людей откликнуться на это и передаю им часть энергии. И надо видеть их лица. Им это нравится. Товарищи курсанты, товарищи офицеры, уверен, что та частица энергии, которую вы получили от главнокомандующего вооруженными силами Республики Беларусь, позволит вам преобразбрести необходимые знания и навыки для защиты своей Родины. Люблю и слушаю Республики Беларусь! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова